Всем привет! Знакомая картина. Да, вы правы, мы находимся в Моревке. Мы приехали вместе с Ириной, я предложила ее довезти. Поэтому по письму, которое они с Володей написали президенту, пришел ответ. И администрация Ейского района озадачилась и созвонилась с руководством Моревки, с администрацией. И вот сейчас будет комиссия. Лариса Александровна такого же не имеет. Маша, мы пригласим, а не хотят ваши ролики, которые вы вкладываете. Зачем это нужно? Ну как это? Я официально должна с вами при исполнении своих обязанностей. Лариса Александровна, Марина Витальевна, вы хотя бы подошли бы, поинтересовались, даем ли мы согласие на видеофиксацию нашего выезда. Вы нас не уведомили, не предупредили. Я еще не успела вам об этом сказать. Но зато вы уже нам потребовали от нас представление, когда мы еще не успели даже поздороваться с вами. Ну, мне важно знать, кто вы. Я же не правду на это. Вы почему так агрессивно настроены? Агрессивно должна быть я настроена. Мы абсолютно конструктивно настроены. Не конструктивно, агрессивно вы настроены. Ребят, вы же при исполнении своих прямых обязанностей, правильно? Пока, в виде официации декоративы, пожалуйста. Вы люди публичные. Вы не у себя в квартире, вы люди публичные, ребят. Как раз-таки я публичный человек, и я не хочу, чтобы я потом у вас стояла во всех соцсетях. Это не соцсети. Вот здесь были шапки плесени, счищали. Ну, я говорю, вот здесь все окно, плесень, вот эта вся сторона. Здесь по этой трещине льет стены. Я вам могу показать. Я вас не могу сливать, не могу сливать. Здесь вот такая лужа, прямо образуется лужа в 5 сантиметров. Вам фотографии прислать? Я сама сфотографировала, как бы что-то... Так, а почему? Вы фотографировали. Сейчас все слушали. Я помогу вам видео прислать, которое я снимала, когда приехала, и здесь лила вот так вот стеной прямо на дну. Здесь вся стена левой. Ну, тут видно, что тут все отстало от влаги. Вот так вот приняли агрессивно администрация. Ну, здесь поменьше, на кухне в основном это льет зал. Зал льет, там даже не капает, там прям вот так вот, как есть перекрытие. И вот так прямо дождь, прям вот так стеной прям льет. Да, я была свидетелем тому, как мы приехали в выходной сюда делать ремонт. А здесь были огромные лужи на полу. Даже от них еще следы остались, от этих луж. Вот они, посмотрите. Вот то, что заливала. Ирина, Ирина, обрати внимание. Вот они, эти лужи. Мы приехали в воскресенье, они были, прям стояли лужи натуральные во всей квартире. Не только в зале стояли квартиры, стояли они и на кухне, и в маленькой комнате, и были потеки, и в коридоре. Называние жилищного кодекса. Граждане имеют право выбрать один из способов управления своим домом. Управляющая компания, это совершенно непосредственный способ. В данном, на данном доме какой способ управления? Сейчас, на данный момент, как я поняла, нет. Поскольку я пообщалась с соседями, я поняла, что они от управляющей компании, которая терроризировала весь дом поборами, отказались. Правильно? Потому что ничего вы не можете не произносить. Смотрите, я не могу утверждать, что у кого-то реализировано такое домом. Ну, мне вот рассказали, какая-то компания управляла, кажется, три года, если я не ошибаюсь, типа. И отказались от ее, почему от ее услуг отказались? Потому что они ничего не делали. Не граждане отказались, а управляющая компания отказалась продлевать договор. Потому что граждане не платили. Потому что они перестали деньги платить. А на каком основе? Потому что у управляющей компании ничего не было. Давайте мы будем говорить про сегодняшний момент, а не то, что было. Хорошо, сейчас у управляющей компании нет. Нет. У нас на балансе есть 500 тысяч. У нас, подождите, на каком балансе? На фоне капремонт, это за машина отдельная тема. Почему? Есть текущий ремонт, есть фонд капитального ремонта. Почему сейчас плановый ремонт не сделать? Потому что уже проблема во всем. Ваш дом стоит в плане на 29-31 плановый период годов. 31-й, вы можете степень сказать? 29-й, 31-й, могу, конечно. У вас собираемость где-то 97%, а на доме там чуть более 500 тысяч у вас. На фоне капремонта. Почему сейчас не помочь этому дому и не сделать капремонт? Я не понимаю, почему сейчас эти степеньки? Есть определенный порядок, я вам попишу в ответе, что нужно сделать, какие собрали документы, заключение специализированной организации о необходимости первоочередного включения вашего дома в ближайший плановый период. Вот давайте сейчас, знаете, как не на основании статей закона, а на основании... ...засить вам законодательство. Здесь проживать невозможно. Здесь проживать невозможно. Вы понимаете, во что я влипла? Здесь проживать невозможно. Ну, подождите, я же в этом не виновата, вы же взрослый человек, вы как бы... Ну, вы же организация соответствующая. Когда я сюда пришла Клодуквала, я сказала, что здесь все сделано. Ну, почему пришла комиссия? Чтобы посмотреть, что здесь невозможно проживать. Правильно? Здесь невозможно жить. Как мне здесь жить? Вы понимаете, мы ходили к Надежде, к соседке, да? Я пришла к ней, когда вот здесь Лила, я здесь стою, реву, я просто... Вон они лужи под ногами. Да, я говорю, Надь, покажи, пожалуйста, что у тебя творится. У меня только такая проблема. На нашей квартире крыша, она отремонтирована перед... У нас собрание с собственниками проходило в конце года, правильно? Вот в декабре месяце, с главой в администрации, приглашали всех собственников. Им говорили, ребята, нам в ЖКК подала письмо обслуживающая организация, что у нас с вами с 1 января продлевать договор не будет. Так что у вас есть время, право сделать выбор. Либо вы оставите себя непосредственно на способы, ищите себе новую обслуживающую, управляющую организацию, создаёте ТСЖ, принимайте меры. Дали время, как бы месяц, после новогодних праздников, в феврале месяце мы собирали, как бы, дали до конца февраля, ещё, как бы, время. Более того, привезли перечень управляющих компаний, которые работают в Ейском районе, которые можно связаться, обговорить условия, пригласить, чтобы они посмотрели ваши дома и уже тогда конструктивно о чём-то говорили. Одна управляющая компания была согласна, она им даже просчитала тариф, который будет на каждом доме. Дело осталось только за собственниками принять решение провести общее собрание. Правильно? Всё это документально оформили, что вот мы хотим вас на этих условиях, которые вы предлагаете. И февраль закончился, и март закончился практически. Ни один из собственников, ни один старший дома не обратился в никакую управляющую компанию с документами конкретно. Поэтому, поскольку, говорю, собственники сами не реализовали способ управления, на основании 164-й статьи ЖКО, 161-й, мы были вынуждены проводить открытый конкурс. 25-го марта размещены документы на таргетах школов по проведению конкурса. Конкурс назначен на 3 мая. Это можно... По отбору управляющих компаний для управления вашим домом. Если конкурсы будут признаны состоявшимся, у нас будет право в рамках 16-го постановления проектистства назначить вам управляющую компанию. Смотрите, мне непонятно... Я понимаю, я перечитала статьи законы, я изучила их. Мне непонятно одно, почему на момент, когда нет управляющей компании, все расходы по дому ложатся на плечи собственников. Подождите. Когда даже есть управляющие компании... Слушайте, нет администрации, почему-то не на Боревской какой-то, я не знаю, там, администрацию какую-то, администрация оборевского поселения не является собственником многоквартирного дома. Так же, как и... Так я тоже не являюсь собственником дома. Я тут уже живу, это девочка недавно, я тут уже живу, и мы только каждый... Это ваше, общий домом... Да, и мы только не спеваем, но... Я вам скажу больше, когда я жила в оборудовательном сходе, вы складывали пацанами, деньгами, ремонтируете, что решила за собственником... А почему я думаю, что это не управляющая компания, это не текущая компания, потому что... Так, стоп. Деньги собраны на текущий ремонт или на... Вот эти деньги, 500 тысяч, они собраны на текущий ремонт? Это капитальный ремонт. На капитальный. Какое они имеют право к текущему ремонту? Скажите, объясните. Я не говорю вообще про эти деньги. А эти деньги можно выделить вне очереди. Почему? Нет, почему? Что ты же выделить вне очереди? Они заложены только на программу капитального ремонта. Почему? Вот если сейчас это... Потому что есть законодательство. Я вам говорю, я вам пропишу... Отступление от законодательства, если здесь невозможно проживать. Человек не может здесь фактически проживать. Дай ко мне зайти. Я каждую руку... Мне тоже самое... Хорошо. Вы сейчас хотите к ним ответственность, предупреждать администрацию. Да, если не вопрос? Конечно. Мы сейчас все собственники. Как у поселения, так и у Ейского района. Здесь нет муниципального жилья. Мы никаким богом к вашему дому отношения не имеем. Понимаете? Если в бюджете Ейского района деньги, правообладательное, которое не является муниципальным образованием, является нецелевым расходованием денежных средств. То есть, ты понимаешь, тупо повесили баланс вот этого дома, ремонт, на собственников. На пенсионеров и инвалидов, которые здесь живут. Я не знаю, сколько тут квартир, 12 жилых. В 18 квартирах. Понимаешь, что творится? И где второй этаж течет? Ирина, этот ролик просто пусть разбирается, если местная власть не может разобраться. Пусть в Краснодаре разбирается. Ролик укоротим, по сути, вырежем и отправляй контракт его. Все. А главное же, всем платим, и никто ничего не хочет. Кому платите? Кому платите? Здесь просто проживать невозможно. И не было. У нас была обслуживающая организация. Сейчас Роспотребнадзор, Ирина. Роспотребнадзор. А что вы платите? Понимаете, вы должны были тогда запросить. Вы платите минимальный перечень услуг. Правильно? Проверку. Капремонт. Обрисовывайте. Правильно? Вы платили. Нормально. Обрисовывайте. Их можно снимать. Проверку вентиляторов домокода. Да, вот все это. Вообще, я сиди все не осмотрю. А ремонтные работы. Вы не оплачивали. Можно? Я доставлю. Я не оплачиваю. У меня нет. Капремонт. 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 Это две разные вещи. Я говорю, вам пропишу про капремонт. Я должен платить за капремонт. Ваше право, пожалуйста. А я откажу. Здесь невозможно жить. Ты не откажешься. Тебе повесят. Арисовывают карточки. Мы тоже это делаем. Арисовывают карточки. И заставляют платить. Хоть мы это все делаем сами. И сами, по-моему, там люди собрались тоже внизу. Я говорю, что все страдают и ни от того помощи не дождусь. Хоть сюда этого Кутина вызывай. Все. Главное, что самое интересное, что администрация не хочет сниматься в этом видеосюжете. Потому что... Почему? Почему? Потому что вы человек публичный. Вы при должности. Поэтому. Поэтому. Тогда сидите дома и не работайте. К вам я домой не приду и снимать вас не буду. Вы знаете, как вы бюджет успеваете. Я знаю. Если бы я не участвовала в таком бы работе. Если человек при должности, то я имею право снимать. Не надо мне песен рассказывать. Полтора миллиона. Я знаю, сколько это стоит. Не, не надо. Полтора миллиона. Я кому должна пойти? К соседям? К пенсионерам полтора миллиона разделить. Раскидать. Вы же покупали квартиру. Вы видели, в каком она состоянии? Вы знали? Нет. Неправда. Крыша над нами отремонтирована была. Бывшая хозяйка, она нам сказала, крыша отремонтирована. Мы полезли. Там действительно над нами. Есть, ну, тут прямо по площади квартиры. Есть новое руберо. Это он все проделал. Квартиру мы покупаем. Все туда-сюда и опять на полу. Поскольку там дыра на дыре, вы залезли на крышу. Ее глазам не видно эти дыры. Не видно. Они были введены в заблуждение. Там все по перекрытиям. Там все сгнило. Вы посмотрите, какие там трещины. Когда Ирина и Володя покупали эту квартиру, стоял сухой сезон. Было сухо. Да, было сухо. Мы приезжали сюда, покупали. Летом ее смотрели. Купили где-то 3 октября у нас было. 3 октября была покупка. Тут все было сухо. А в декабре, когда я приехала, я просто охренела. В подъезде льет, в подъезде льет стеной. И здесь тоже льет стеной. Я как сюда должна приехать жить? Естественно, я буду вас снимать. Я буду говорить о Моревке. Уже там вся страна уже знает. Об администрации Моревки. Об администрации Ельского района. А как я буду сидеть здесь? Меня будут лить на башку. Я буду дышать плечами. Я буду молчать об этом. Я еще раз говорю. Муниципального жилья, который принадлежал в этом доме. Муниципального жилья. Этот дом находится на балансе собственника. Неважно. Он находится в Моревском поселении. Правильно? Не администрации Ельского района. Не администрации Моревки. Никто не хочет участвовать. Все закрыли на это. Глава не нарушать бюджетное законодательство. Вы все собственники. Частная собственность. Мы отвечаем за муниципальную собственность. Правильно? Какое мы можем отношение вмешиваться в вашу частную собственность? Зачем вы тогда сюда пришли? Это аварийное жилье. Зачем вы пришли? Правильно. Оно пришло вам. Значит вы имеете к этому отношение. Я считаю, что это не аварийное, пожалуйста, покажите. Естественно, это будет. Это следующий шаг. Не хотелось услышать вашего. Это не просто так сейчас фиксируется все на видео. Следующий шаг будет. Это Роспотребнадзор. Это будет Санкт-Петербстанк. Это, конечно, ваше право. Естественно, это будет все дальше. Не хотелось услышать. Ирина, ты услышала, что от мертвого осла уши тебе будет, а не ремонт. Вот и все. Это все, понимаешь, это уже по кругу. Моревское, это как, не Моревское поселение уже ответило. Администрация. Я помню, что у вас отмечает, и когда вы ко мне приходили на прием, либо письменное обращение вы писали на мое имя, как главы поселения. Я вас сегодня увидела в первый раз. Если вы живете в самом деле, я звоню вам, у нас вообще нет. Вы со мной созваниваете? Я вас в первый раз вижу и слышу. Созванивались вы со мной? Да, с вами созванивались. Да, я обыкновенно специалисты. Ко мне вы на прием ни разу не пришли. Вы не написали ни письменного, ни устного обращения. Я обращалась в администрацию ЕИСК, я обращалась по телефону, звонила в телефон, который мне отдала с Дашей по дому. Получила здесь отказ, получила в ЕИСКе отказ. Дважды администрация ЕИСК в район не отказала, не хотят помогать. И мы обратились. На каком основании? Мы должны вам помочь. Вот скажите мне, пожалуйста. Дома многоквартирные не стоят на балансе поселения. Это ваша собственность. Всех собственников многоквартирных домов. Видишь, что? Мы находили на тепловые средними. Я все знаю. Говорить больше не о дедах. Да, не о чем больше говорить. Как только будет дождь, надо будет рассматривать надзор. Лесень больше ощущать не буду. Это было большой ошибкой. Буду вызывать тогда, когда здесь опять все обрастет, вот таким слоем. И будем уже по-другому разговаривать. С другими отношениями. К сожалению, чтобы вызывать, вы сначала определитесь с собственниками, со способом управления. Вот спрашиваете с администрацией, по закону четко прописано, кто должен управлять домом, правильно? И администрация должна управлять вашим домом. Либо создавать ДТСЖ. Это неправильно. Пожалуйста. Если нет управляющих компаний, почему? Это закон. Никак мы не можем переступить его, понимаете? Это закон. Я вам объясню, это не целевые расходы. Если раньше была птицефабрика, эти дома строила птицефабрика. Я вам говорю, что поскольку Ейский район не является правообладателем этого имущества, имущества в этом доме, мы не можем вкладывать деньги из бюджета, поскольку они не предусмотрены. Это не целевое расходование денег за средства. Ну вот то же самое, нам написали письма, письма на деть. Скорее всего, вы писали на деть. Конечно, да. Поскольку, да, прям один-один, слово-слово. То же самое, что вы... Да, из-за того, что вы... Другого я не могу вам написать, потому что это так и есть. Вы не хотите слышать. Текущий ремонт, капитальный, прокапитальный ремонт я вам распишу. Что вы в соседнем у дому сделали? Потому что они попали в более ранний плановый период. Вы имеете в плане крыши перекрытия? Вот, здесь. Вот я вам еще не знаю. В 2017 году я жила в этом доме, я там не живу буквально полгода. Мы складывали с квартиры, мы ежемесячно сдавали по тысяче рублей, мы сдавали общей суммой на ремонт этой крыши. Это было в 2011 году. Когда у нас стекло, все сквозняком, вплоть до первого этого. Ну, то есть, вам это знакомо? Мне это знакомо. Но мы не приходили ни в какую управляющую компанию. Но если человек, допустим, на пенсии многие... Как деньги? Где взять? Откуда? В 2017 году у меня нет пенсионеров, там такие живут же бабушки, девушки, одинокопроживающие. Дело в том, что я общалась с жильцами этого дома, и они сказали, им помогла администрация Моревского поселения, им помогла администрация Врангейского района. И в рамках организации нашли подрядчика, который согласился выполнять. Денег из бюджета на это выделено не было. Вы сказали, что были выделены средства. Они на главру. Они на главру. Много чего говорить про это. Эта крыша стоит не меньше, чем полтора миллиона. Это каждая квартира по 150 тысяч. Вы сами себе верите, что пенсионеры по 150 тысяч заплатили за квартиру, и вы в том числе? Они не только пенсионеры, а и в 2011 году. Вы стоите, как меня. Ну, соответствующие были зарплаты меньше. Время содержания имущества лежит на собственниках. Время содержания своего имущества лежит на собственниках. Принадлежащего имущества. Все. Ну, конечно, но не крыша. Но не крыша. А это решается общедомовому имуществу. И крыша. На крышу подвалы. Подвал. На него лежат деньги 500 тысяч. Но их все равно не хватит. Это капитальный ремонт. Не путайте с текущим ремонтом. Который будет в 2031 году. Да, да, да. То есть они заморожены, и они в 3031 году будут стоить в два раза дешевле. Инфляция съест половину этой суммы. Вам в ответе будут прописаны, какие должны были представлены документы для переноса сроков на более ранний срок. У нас на канале юрист писал. Он предлагал свою помощь по этой ситуации. У него есть совершенно другое видение. И другие проблемы. И он предлагал свою помощь. Все уже сказано. Я съемку закрываю. Еще какие-нибудь вопросы. Реагировали на письмо от Визита, что нужна была вот эта отмазка. Я подписала документ, там они зафиксировали, что виднеются следы течи. Заставили написать про песню. И мы типа не специалисты. Они хорошо будут. То есть привет специалисты обязательно. Которые будут исследовать это. Брать со скобой и будут брать эту песню. Переставать эту жилью аварийным. Они за счет скажут, что квартиру нельзя признать аварийным. Дом разрушается, его надо делать вне очереди, Ирина. Мы будем сами делать. Но нам не надо вот это туда платить еще. Зачем нам туда еще платить? Мы сами делать будем. Так сейчас в доме. А то получается и туда платить, что ничего не делаем. И тут делай сам. Вот сейчас зима у нас будет. Дождь, снег. Дом аварийный. И в планах то, что он до 31 года, в 31 года собираются крышу. Это же форс-мажор, когда крыша протекает. Он до 31 года может просто развалиться, ребят. Конечно. Он развалится. И такие аварийные работы делаются вне очереди. С той стороны дома, там уже стена мокрая. Она тут зимой как она будет стоять, а летом она будет рушиться от солнца. Вот и все. Да. А администрация это не хочет услышать. Говорит, чтобы собственники сами все это делали. Там течет, где провода, вот с той стороны, посмотрите, зайдите. Пойдемте. Там течет, где провода, залки не от. Никому ничего. Дальше, дальше идите. Там вот, где цемент. Посмотрите, в каком состоянии. В каком состоянии крыша. Трещины пошли по крыше. На проводку все бежит. По стене бежит. Угол мокрый. Вот был небольшой дождик. Угол мокрый. На крыше нет элементарных вот этих водосборников. Ничего. Крыша плоская. Закрыто. Что-то типа тули. И залито гудроном, битумом. Я не строитель, я не знаю. Ну, с чем-то таким вот. Нагревают черное. Гудрон, скорее всего. И оно от солнышка разрушается. Вот здесь вот уже аварийный козырек. Над подъездом. Этот козырек тоже может рухнуть в один прекрасный момент. Кто будет виноват? Мы стараемся донести это до администрации. Администрация не слышит. Они все друг друга перекрикивают. И говорят, что мы не виноваты. Мы не хотим это делать. Потому что это в планах на 31-й год. Понятно. Хотя соседние дома, насколько мне видится, уже не плоские. Они уже двускатные. Где-то односкатные. Но скат все равно есть. И этот единственный дом, который многострадальный. Жители все за то, чтобы администрация что-то шевелила, сделала. Администрация говорит, чтобы жители делали это все за свой счет. В городе делает так. Я за другую не буду брать, а вот второй микрорайон. Где вот эти дома старинные, белого кирпича выложены. Там делают так. Делают капремонт. Они-то взяли с этих домов. Все делали капремонт. И так же другому делали. А тут управляющие платит, всем платит. За что? И это. Они ушли уже. Просто происходили. Да, и это приехала глава Гейского района. В принципе, она, я говорю, вы ответы давали, судя по той трактовке, которую вы точно один в один в письме говорите. Она говорит, да, это я. Они там основываются на статье законов, которые трактуют. Поскольку у нас нет ни одной управляющей компании, все расходы по обслуживанию всего дома ложатся на плечи жильцов. Я говорю, то есть вы миллионные расходы дома повесили. Дом не находится на балансе Моревки, Моревского поселения. И расходование даже администрации Гейского района на помощь, например, на ремонт крыши, он является не целевым расходом. Я говорю, в смысле, дом находится в Гейском поселении? Ведь если что-то случить, они же вызывают, тут и собрания собирают, еще что-то. То есть с этой стороны он находится, как и в Моревском поселении. А если, значит, нужны какие-то финансовые траты, то дом уже не находится на балансе в Моревке. То есть гребитесь как хотите. Я говорю, вы понимаете, какие это расходы? Это миллионные расходы. Я говорю, вы на кого повесили? По 150 тысяч, это с каждой квартирой мы должны собрать. Я говорю, хорошо, у нас есть более 500 тысяч на балансе капитального ремонта. Вы не путайте текущий ремонт и капитальный. Мы не можем сейчас деньги на капитальный ремонт расходовать на текущий ремонт. Я говорю, почему? Эти деньги заморожены до 2031 года. Ремонт будет только в 2031 году. Я показываю, говорю, нам как жить? Пока все развалится. Я говорю, нам как жить? Мы вам сочувствуем чисто по-человечески. Мы это все равно. Мы слышим одно и то же. Вот сами виноваты, что не выбрать. Но опять же, я говорю, хорошо, что изменится, когда мы выберем управляющую компанию? То есть это появится, во-первых, это очередные поборы. Это поборщики появятся. Я говорю, ну и чем они нам помогут? За счет наших средств они произведут, они найдут того, кто сделает нам ремонт крыши. На хрена нам нужна эта троплатка, спрашивать? Который будет ежемесячно с нас осадили. Ну да. Если компания, она... Есть компания, она сказали, нам надо сделать крышу. Да. Сделали крышу, потом собрать их деньги потихонечку. Да, да, да. И все. А у нас денег нету, собрать их деньги, вы не делаете крышу. Да. И что это за компания? Обвиняю. Да. Возьмите деньги, вот предыдущая, как вот та компания же у нас была, Фоми нам говорил, я постараюсь выбить те деньги, что вы сдавали за капремонт, а остальную сумму будете добавлять вы. Миллион рублей. И в конце концов, там, как сказали нам эту цифру, ну, на рог вы себе попадали. Одни пенсионеры живут, считай, пенсионеры. Я тоже сам говорю. Они отказались на видео сниматься. Я говорю, зачем вы снимаете видео? Я говорю, нет, мы будем снимать видео, мы будем показывать это и в новостных каналах, и мы будем выкладывать везде это видео. Я говорю, сейчас смотрит на вас вся страна, нас смотрит из многих регионов. И пускай посмотрит, в какую, говорю, ситуацию люди попали. Я говорю, тут пенсионеры, инвалиды живут, у нас всего-то тут всего ничего нет. Ирина, нас не только страна смотрит, нас весь мир смотрит. Да, весь мир смотрит. Я говорю, вот пускай. Я говорю, мы что, не в России находимся? Почему мы попали? Я заложник этой ситуации только потому, что я квартиру в этом доме купила. Она же тебе сказала, что ты видела, что ты покупала. Да, ну я говорю, проблемы квартиры, в котором она в состоянии находится, это мои проблемы, это действительно так. Но почему я должна брать на себя проблему всего дома, мне вот это непонятно. Я говорю, льет ты не только. У меня в квартире. 34 года. Вот как только компания нас взяла, вот сколько бьемся, вот и все, и боссы ныне дома. И не знаем, кто крайний, кто виноват, и кто будет это нам помогать, не знаем. Они еще что говорят, значит, когда была управляющая компания, какие-то управляющие компании сюда к вам приходили, заходили, пытались зайти и говорили, например, что, ну, делали осмотр дома и говорили, что в доме вот такие-то, такие-то, такие-то проблемы, вот на балансе, например, дома есть вот такая-то сумма, на что вы хотите потратить. И они говорят, что собственники дома отказались делать ремонт крыши, сказали, нам ремонт крыши не нужен, нам нужно сделать вот это. Мы отказывались? Да, новенькая. Я, 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 я. Ну, все. Они пьянят то, что отказались собственники дома делать ремонт. Ремонт крыши, собственники дома отказались. Вот человек стоит, он только оттуда ладит. Каждый, наверное, неделю, кто там, кто там заделывает крышу. То есть, получается, как она сказала, управляющая компания, те дома, вот она отремонтировала, где крыша идет, вот эта скатная, а на наших уже все. Там я говорю, там тупо побор. Она говорит, собственники отказались типа от управляющей компании. Я говорю, да, почему? Потому что управляющая компания не выполняла свои, ну. А эти какие расценки у них? А расценки, ну. Я говорю, наверное, поэтому они отказались. Своя обязанность. Она за ладку вот такую на 8 сантиметров. Сколько они считали? 33 тысячи. Вот такие у них расценки. А потом, когда пришли, чтобы я подписала, еще старшая по дому была. Я лазовнула, говорю, а за что? Латали там ладку на крыше. 33 тысячи, метр на метр? Кто вызывал? Вот такую ладочку на дверь. Тогда уже Надя сказала, что она вызывала. И я тогда это самое подняли пункт. Они пришли, посмотрели, пересчитали. И только она их надавила, они стала им подписывать. Пересчитали, 12 тысяч только взяли. Да, и 12 тысяч за 50 на 50 ладочку. Это просто поборы. Ты же рублей стоила, бягая кровь. То есть никуда не годится такого вообще. Вот знаете, как я пообщалась с ними, я что поняла? Что у меня не хватает каких-то юридических каких-то... Знаний. Знаний, да. Не хватает каких-то углубленных в статей законы. И я прошу, если кто-то из наших подписчиков, или те, кто смотрит нас, у меня огромная просьба помочь в этом деле. То есть напишите нам, свяжитесь с нами. То есть что можно сделать? Потому что, в принципе, люди находятся в безвыходном положении. Мы оказались, вот я говорю, я сейчас общалась с ними, я говорю, мы приехали из Нижегородской области, у нас такого вообще не было. У меня волосы дыбом встают. То есть если что-то случилось, вы вспоминайте, что у вас здесь есть 12 квартир, и есть люди, да? Которые обязаны и что-то должны. Да, и что-то должны для поселения. Ну, как только касается речи об этих людях, администрации я, не я, и вы находитесь, вы собственники, и дом ваш. Я, конечно, я в шоке. То, что другого я ничего не могу сказать. Ириш, мы сейчас поедем, еще поговорим. Я думаю, что будем заканчивать наш сюжет. Надеемся, что это все уйдет куда нужно. Кому нужно. Надеемся на наших подписчиков, юристов, они таковые и есть, писали и у нас на канале, и у Ирины на канале писали. Я надеюсь, что эта ситуация все-таки чем-нибудь закончится. Как говорится, положительно, чтобы закончилось. Все. Видно, что жильцы этого дома любят свою землю. Высаживают на ней красивые растения. Посадочки, виноград, малина, крыжовник. Жить буду радоваться. Посмотрите, какая клумба из нарциссов. Но крыша не в порядке. И вот вся эта красота может потом со временем никому не понадобиться. Потому что этот дом плачет и требует капитального ремонта крыши. Мы надеемся на помощь. Мы надеемся на помощь администрации Ейска. Мы, не знаю, уже на Господа Бога надеяться. Остается. Может быть, есть хорошие юристы, которые помогут в разрешении этой проблемы. Но пока ВОЗ и ныне там. Субтитры подогнал «Симон»